Моё имя Виктор, это Мастерская скала. Магия природы и камня. А я думаю для многих, не просто даже людей, а мастеров и других каких-то федмейкеров, извечная проблема это Почта России, а точнее отправка каких-то заказов, изделий и так далее Почты России. Естественно они могут прийти, неизвестно от того как бы они были упакованы, могут прийти подбитые, разбитые и так далее. В общем, в свое время мне довелось поработать на почте, был и сотрудником почты и сотрудником, так сказать, извоза почты. Знаю, что это и как это изнутри. Долго думал над этой проблемой и нашел очень хорошее решение. Можно даже сказать, идеальное решение для особенно хрупких вещей. Ну, в частности, украшений. В данный момент у меня заказ. Заказ это серьги. У меня заранее уже куплены вот такие конверты первого класса, отправления первого класса. Ну, размеры, здесь я не знаю, указывают. Сейчас, наверное, не указывают. А, вот он изменяет. 114 на 162 миллиметра. Вот, значит. Исходя из этих размеров, я заранее покупаю вот такую вот вещь. Это пенополистирол. Он очень плотный, его просто не сломаешь, не согнешь, не проплюшь. Для этих целей был сделан вот такой вот станок. Это некромовая нить. Она сейчас нагретая, раскаленная, скажем так. Этой нитью я выпиливаю под размер такого конверта в данный момент. Ну, естественно, я адаптируюсь под размер украшения, в данном случае серик. Выпиливаю, скажем так, прямоугольник. Лишнее я отпиливаю. Что удобно, можно сразу соблюдать какой-то там узор. Я не заморачиваюсь какими-то линейками, чтобы была идеальная ровная симметрия и так далее. Примерно адаптируемся по длину. И, соответственно, под серьги. Серьги длиной с кулаком примерно. Значит, берем вот так вот. И распиливаем. Я извиняюсь, время у меня ограничено, поэтому так все вкратце и показываю. Вот, значит. Убираем все лишнее, опять же. Вот, получается такой вот прямоугольничек. Можно сказать, неказистый. Вот уголок, допустим, если не нравится, можно немножко его подрезать. Дальше точно так же убираем нижнюю часть. Это и красиво не будет эти ровные грани портить фасад, скажем так. И в то же время контролировать можно, опять же, под толщину этого конверта, потому что она тоже ограничена. Убрали. И сейчас самый важный штрих. Нам нужно сделать крышечку. Кстати, если вот такие вот косячки остаются, это тоже не критично. И, кстати говоря, можно точно так же подрезать. Будет все красиво. Теперь делаем крышечку. Крышечку однозначно делаем прямо такую вот всю витую, узорчатую. Почему? Потому что, чтобы в процессе упаковки она вставала ровно на свое место. Вот эта вот крышка, это основание. Все плотно и толсто. Что будет дальше, я покажу. Здесь я буду вырезать полость уже ручным, скажем так, паяльничком. Я его тоже сам сконструировал, покажу все. Делается полость под размер ваших украшений. И все, они упаковываются без всяких там пленок, без всяких стрейчев. Нарушку можно пупырку упаковать, а можно сразу стрейчем. И, соответственно, укладывается ваш конверт. С ним никогда ничего не случится. На нем можно прыгать, топтаться и так далее. Ничего с ней не произойдет. Еще небольшой косячой здесь. А вот эта, может, не будет трогать, меня трогает. Я педантично отношусь к таким вещам. То есть вот. Сейчас придем дальше на следующий уровень. Смотрим, что получится. Так, значит, дальше была сделана вот такая вот вещь. На базе китайского USB-паяльника. Была сделана вот эта вот плавильная паяльник для пенополистирола непосредственно. Это снова не хромовая проволока. Установлено вместо жала. Шнур, подключенный к блоку питания, самому мощному от Samsung до телефона. Удерживаем. Берем вот это вот основание. Ну и примерно по линии серьги. Самый большой. Здесь, то есть, по максимуму полностью выкладываем. Делается это вот так вот. Одна часть. Также вторую часть. Для того, чтобы вот этого ворса не было с двух сторон, как бы ровняем. Другую часть. То есть, вот уже довольно глубокая, но можно еще глубже. Высота позволяет. Ворс убираем. Вот остается, в принципе, только подровнять. Периодически проверяем глубину. Еще достаточно там толщины дна. Примеряем. Все это помещается вот в такую вот импровизированную коробочку. Ее можно давить, долбить, сдавливать силой. С ней никогда ничего не случится. Особенно в таком месте, как Почта России. Также хочется добавить в наше время. В наши дни немаловажна дезинфекция. То есть, спиртовыми салфетками, которые дополнительно пропитываем медицинским спиртом. Дезинфицируем каждое украшение. И каждую упаковку. Эти серьги на заказ. А вот эти серьги в подарок. Я думаю, все знают о том, что у нас действует постоянная извечная акция, особенно для новых покупателей. Щедрый подарок от скалы. В данном случае вот эти серьги будут тем самым щедрым подарком. Вот к этим серьгам. И она прекрасно держится на пенополистироле. Для всех, кто заказывает серьги, мы также бесплатно вложим в комплект швензы пластиковые, антибактериальные, четырех расцветок. Чтобы не удивлялись. Пополистироле закрывается. Пока швензы слышны. Сейчас это запакуем стрейч. Стрейч упаковочный. И плотненько вот эти вот две половинки. Теревизированные коробочки сматываем. И краткая инструкция с рекомендациями использования таких украшений. В плане хранения, в плане ношения. Их уже просто приматываем сюда, поверхность. А то все. ровенькая прочная ну и после того как все данные были заполнены решение не плотно зафиксировано ничего не изменит уже не примет а бандероль первого класса от мастерской скала готова все компактно надежно и с безопасной доставкой быстро этот способ я применяю именно касательно емкости из пенополистирола на протяжении года и многие покупатели уже могут подтвердить ценность а возможно она не настолько красиво или еще что-то но главная надежность и качество доставки благодаря такому компоненту мы этого в общем-то добились поэтому что еще остается желать носите с удовольствием ваши украшения ваши заказы и обращайтесь кому интересны такие подарки для себя для близких кому интересно в общем-то украшения в целом нашем так сказать способе исполнения и кто не против получить подарок это тоже много в общем всем добра здоровья и удачи пока украшения в целом